Дорогие соотечественники! Дорогие, на дворе весна, зима очень тяжело отступает, и тем не менее, вот эта атмосфера перемен, которая парит в воздухе, и видимо парит она не только у нас, а и по всей планете, даже южнее экватора, мы это чувствуем. Прежде всего мы чувствуем, что все-таки вот эти монстры и гидры холодной войны все-таки потихоньку начинают заползать, и умы людей начинают просветляться. Что такое наука? Наука – это не только титулы и звания, это не только академические ритуалы, очень похожие на богословские и на церковные. Это прежде всего творческая, ищущая выхода из создавшейся ситуации мысли творческого человека. Человека, обязательно обращенного мыслями к будущему. А вот будущее без прошлого, как оказалось, не бывает. Слухи о смерти молдавской науки слегка преувеличены. Так вот можно парафразировать знаменитую шутку замечательного американского писателя и мыслителя Марка Твена. Люди, которых не может не волновать судьба собственного отечества, его государственности, государственных традиций, менталитета. Все это не умирает в людях. На всем это зиждется наш общий дом – государство Республика Молдова. Грядет под патронажем нашего президента международная конференция. Да-да, именно международная. Не удивляйтесь. У нас достаточно творческого потенциала, чтобы нас уважали за рубежами нашей страны. Речь идет о Международной научной конференции «Молдавская государственность, историческая преемственность и перспективы развития». 24-25 марта этого года, то есть скоро. Для того, чтобы разобраться о значимости этого, не побоюсь этого слова, экстраординарного события в научной жизни нашей страны и ее окрестностей, мы пригласили сюда доктора истории, доктора хабилитат политических наук Валентина Бенюка, ректора Института международных отношений Молдовы. Валентин, здравствуйте. Здравствуйте, Виктор. Жизненный опыт этого прекрасного, во всех отношениях, порядочного человека, блистательного организатора, а он занимал очень высокую должность в нашей республике, в нашем государстве. Должность была таковой, что фактически Валентин Бенюк определенное время руководил, скажем так, всей наукой и образованием нашей страны. Вот, наверное, с этого и начнем, Валентин. Вот, огромный опыт, огромная ответственность, и опыта без ответственности не бывает. Вот, что ты можешь сказать о тенденциях развития науки и образования в Молдове? Ну, два года я действительно руководил образованием в Молдове, но наукой не руководил, хотя в рамках университета... По статусу университетская наука в твоем была ответственной? Ну, да, ну, безусловно, что в университетах была наука, хотя она формально перешла в Академию наук, но тем не менее люди занимались наукой испокон веков и до сих пор... Изъять науку из университета не может ни один закон и ни одна конституция. Иначе это не университет, иначе это уже, как говорится, не университетский преподаватель, а просто преподаватель. Ну, что касается этого сектора, скажем, науки и образования, они, безусловно, традиционно оставлены где-то в тени. Если даже мы с трибуны говорим, что это очень важно, это абсолютно необходимо, то есть это так, по сути, но тем не менее она остается в тени в силу различных причин. Ну, официальная причина — нет денег, понимаете, нет денег, нету... А мне кажется, что нету государственного заказа, социального государственного заказа. Когда государство говорит, вы мне нужны, господа ученые, преподаватели университетские, тогда и зарплата, ну, имеет большое значение, безусловно, потому что это вопрос жизни и существования. Но когда государство говорит, вот трудно у нас, но вы мне нужны, тогда, безусловно, идет другой процесс. Вот, поэтому одно быть на авансцену и другое быть в стороне. Мы оставлены пока и университет, и те, которые занимаются наукой в научных академических структурах, ну, мы где-то в стороне. К сожалению, вот сейчас. Будем надеяться, что со временем это станет тенденцией по существу и очень главной. Тенденцией в развитии нас, как общества, как социум, как государства. Вот, потому что сейчас, в эпоху экономических знаний, в инновационных экономик и так далее, без науки, в том числе и общественных наук, невозможно двигаться никуда. Это веление времени, и не обращать внимания на это, это опасно. И самоубийственно для государства. Да, самоубийственно, действительно. Ну, вот, к сожалению, вот приходится подобное констатировать. Ну, на мой взгляд, может быть, он слишком субъективный, естественно, субъективный взгляд. Мне кажется, что университетская система сейчас идет по наклонной. Понимаете? Но тем временем хочу однозначно сказать, что университеты, университетская система образования является настоящим столпом государства. Если выбить этот столб из-под государства, грубо выражаясь, да, рушится. Часть этого государства, его сознание, интеллект и так далее, он рушится. Да, рушится. И что у нас происходит? Это разрушение происходит очень постепенно вот так. Это как у собаки, когда постепенно вот отрежут хвост. Вот, и это очень больно, и это очень долго, и это очень шумно и так далее. К сожалению, у нас происходит примерно с университетами такое. То есть государство должно встать и сказать, вот, мне нужна университетская система образования в таком-то виде, если оно не так представлено, надо реформировать, ибо у меня вот такие социальные задачи. Это не просто получить образование, а удержать общество, удержать государство, удержать структуру, иметь свое лицо на международной арене. Понимаете, у нас очень много медалей и всяких там корочек, конкурсов за рубежом. А результата непосредственно вот для человека, для страны пока никакого. Понимаете, поэтому эти трудные времена, но, видимо, они пройдут. Будем надеяться. А вот идея этой международной научной конференции, посвященной молдавской государственности, она как возникла, как пришли к пониманию, что нам необходима международная конференция, для того, чтобы обсудить вот эту, безусловно, очень важную тему. Я полагаю, это, по большому счету, одна из самых серьезных тем нашей современности, для нашей страны, тема молдавской государственности. Ну, сама идея принадлежит нашему президенту. Вот просто, как самое, он вызвал несколько историков, политологов, и вот заявил, как говорится, эту идею и сказал, что, если вы не против, вот возьмитесь за осуществление вот этой идеи. Вся поддержка будет с нашей стороны, с стороны президентуры, с моей стороны персонально. То есть это за последние 25-26 лет, это фактически первый президент страны, который так серьезно поднял вопрос. Тему мы придумали сами, и, как говорится, я скажу прямо, она пришла... Прошу прощения, дорогие телезрители, постглобалистский... Иногда, как это, глобалистский, постглобалистский, или я-то понимаю, как некий знак. Вы там, ребята, говорите, но не заговаривайтесь. Не заговаривайтесь. Слава Богу, выключается. Сама тема, сама тема, вот, интуитивно пришла. Не столько интуитивно и случайно, но что Институт международных отношений Молдовы и раньше организовала, даже конференция так называлась. Одну секунду. Я только что сказал нашим телезрителям, нашим соотечественникам, что ты являешься ректором Международного... Института международных отношений Молдовы, да? Молдовы, да. И сразу возникает вопрос, а почему президент, как бы, принял такое решение, что вот на базе именно этого университета? Ну, что в двух словах, вот, как вот эта идея возникла, потому что очень важно, на какой базе. Можно было делать на базе, там, Института истории, допустим, Академии наук или там Государственного университета, там по-разному можно. Вот, я, например, как я вот со стороны полагаю, я не являюсь профессором этого университета, но много наслышан, много знаю, я понимаю, что тут сработало одно, что, во-первых, это является негосударственным университетом, и, учитывая современные тенденции мировые, как я понимаю, в негосударственных университетах больше, скажем, свободы для независимых исследований, если я правильно понимаю. И результаты, конечно. Я вам скажу следующее, Виктор, что мы государственный институт международных отношений Молдовы, мы государственная структура. То есть, государство... И свободы у нас очень много. Я вот не слышал, что вы были государственными. Я просто помнил, что когда он образовывался, это как-то было то ли при государственном университете, вот объясни мне, то есть вы же первоначально возникли как конструкция общественная, я как понимал это. Ну, первоначально было много этапов. Ну, скажем так, мы были при университете, но другая структура с другим названием. Потом, значит, при президенте Воронине нам было предложено вот трансформироваться в государственный институт международных отношений. То есть, еще один президент обращал внимание на ваше существование, на вашу роль. Но, к сожалению, мы были оставлены вот в стороне, хотя потенциал у нас очень серьезный. И, видимо, президент Додон именно на этот потенциал и обратил внимание. Дело в том, что он ученый, и мышление у него комплексное, системное. Да, он доктор наук, экономист. И в этом смысле у нас есть кафедра международных отношений, есть кафедра политологии, политических наук, есть кафедры, которые занимаются международными экономическими системами, отношениями и глобальной экономикой. То есть, а на вопрос, что такое государственность, линейное мышление историка не ответит, что такое государственность. Или просто юридическое трактование этого вопроса, хотя у нас есть кафедры юридических. То есть, линейное мышление, это обычно мышление такое, причина следствия, причина следствия. Если по времени одно за другим, значит, и по причине такого. Да, понятно. Вот это и есть линейное мышление. Совершенно верно. Без учета обратных связей, сложнейших всех этих вещей. Но ответить на вопрос, что такое государственность, это диктует необходимость участия разных специалистов. И по психологии, социальной психологии, и по социологии, и по антропологии, и по истории. И ученые из области юриспруденции, и политологи, и так далее. То есть, это... Настолько комплексная специализация у института, я понимаю, что... Как ты собрал такой коллектив? Ведь это очень в наших условиях, это очень сложно. Ну, вот те, которые приходят, мы ангажируем на работу, он говорит, ну, ой, какой хороший коллектив. Ну, спасибо, говорю. А коллектив это все? Ну, коллектив это все, конечно. Это и организация всего процесса, это и дисциплина труда, это и ответственность, это самое главное. Но это еще и качество главное. А студенты вас любят? Ну, я не скажу, что сильно любят, особенно сейчас. Не скажу. Почему? Потому что, ну, дисциплина, корпус преподавательский у нас такой. Две трети из того, из той советской школы. Где привыкли... Атлетический подход к изучению материала. А уже, может быть, даже меньше трети, где-то у нас молодые. И еще часть, которая в докторантуре, в магистратуре. И вот они, как говорится, догоняют нас. То есть у вас и докторантура, и магистратура. То есть очень серьезное учебное заведение. У нас все три цикла. Первый цикл лицензиат, второй цикл мастер и докторальная школа, как называется сейчас. Все три цикла. Все, что полагается, все у вас лицензировано, и есть люди, и все это. Да. И, видимо, вот, скажем... Почему президент, так сказать, не обратил... Ну да, и, видимо, президент спросил себя, кто ответит на этот вопрос. Что такое государственность, преемственность? Почему мы сейчас государство? Случайно ли это? Или это продиктовано объективной необходимостью? Ну, что нам говорят? Ну, ребята, у Казуденчер статуи, кстати, легенды. Свобода упала, не знали, что с ней сделать. Да, и мы не знаем, что с ней сделать. И нет у нас традиций никакой. Вот это легенда, что у нас молодое, государство молодое, а государственность древнейшая. Ну, государственность действительно древнейшая. Древнейшая, потому что люди иногда, ну не иногда, а чаще всего, 90%, может быть, даже больше, вместо государства используют слово государственность. А вместо государственности, чтобы было красиво текстуально, используют слово государство. Вот так, чтобы не повторяться, эти две понятия, они абсолютно разные в политологическом смысле. И не только. Они абсолютно разные. Они отражают разные процессы. Вот, государство, они отражают процессы, процессы, в общем-то, что такое государство? Это некий организм, организм, система, да. Вот у нас есть территория, вот у нас есть люди, которые живут на этой территории, они называются народом или нацией, да. Есть у нас руководящие структуры, есть типа настройки, руководящие, льдящие. Ну, по сути дела, это и есть государство. Он немножко статичен, статичен, но тем не менее, безусловно, это, как говорится, феномен, который... Да, феномен, для меня нет. Феномен очень сложный, очень... Есть ли у нас государство, есть ли у нас государство. А он является, вот, государство, само государство является частью государственности, которая комплекснее и древнее всего... И охватывает все. И охватывает все, потому что и она эластичная. И наполняет жизнь. Это государство типа улей, а государственность – дух этого улья. Совершенно верно. И вся организация, и все обычаи. Улей можно поменять, можно... Мы как-то перед передачей говорили с тобой, Валентин, он такие народы, скажем, народ Библии, евреи, которые там столетиями без своей государственности по миру в диаспоре. Это курды, у которых часть живет на территории Ирана, часть Турции, там, часть Ирака, тоже как Сирия, часть без государства. А вот эта идея государственности, она неистребима. 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 И, понимаете, вот государственность имеет свою пассионарность, силу пассионарности. Она может говорить как факел, вот как у курдов, или как у поляков. Они постоянно воевали за то, чтобы после трех, как говорится, вот этих разделений Польши, они восставали и восставали. Как 30 феникс из пепла. Из исторического пепла, да. И в конечном итоге вот они получили. А тут же Россию сколько раз жгли и так далее. Вот опять все время восставали. Только благодаря государственности. И Молдова точно так же. И то же самое у нас, потому что нам говорят, ну вот Молдова как государство, она исчезла, вот когда сформировалось румынское государство. Ну и эта часть раньше, она отошла к России и нету государства. Да, нету государства. Но осталась государственность. Вот, осталась государственность. Что такое государственность, на мой взгляд? Значит, это обычай. Это ментальность. Это язык. Это традиции все, которые. Обычаи. Это кутумы юридического такого, в юридическом понимании. Вот. И главное, это историческая память. Вот у нас было, которое передается из поколения в поколение. И государственность может выжидать сотни лет. До того, как... Наклеет, как в церкви пожар. Давайте другие примеры возьмем. Скажем, я не знаю, Грузию возьмем. 12 век. Рассвет государства и ее мощи. Культура. Царица Тамара. Шатару Ставели. Великий. Детя в текловой шкуре. И так далее, и так далее. И исчезает государство на сотни лет. И потом появляется. Здесь и не только. И Иран, и Курды. Армения. И Армения, и Азербайджан. А у армян вообще территорию. В общем-то, трудно говорить о какой-либо территории. Без территории они стали великим государством. Ну, в общем-то, современным, по крайней мере. О чем идет речь? Здесь речь идет о двух вещах. Качество вот этой государственности. Качество. И эта качество измеряется... Вот мне нравится заключение научное. Научный вывод профессора Кирдиной из России. Вот она в точку попала. Что государственность – это институциональная матрица. Это матрица. А институты – это не те институты, обычно, о которых мы говорим. Ну, юридического такого... Некие организационные структуры, организации. Да. Значит, в данном случае, значит, институты – это глубинные регуляторы. Регуляторы. Вот матричные регуляторы. Которые регулируют наше общежитие. Ну, как в сердце, почки, мозги, там все органы. Организмное такое. И вот эти матричные регуляторы, глубинные, вот не отпускают из своего, как говорится, горизонта то, что называется государство. Рано или поздно он появится, безусловно. Через сотни лет, но появится. Но это первое. И второе – это качество. Мы говорили об этой государственности. Качество. То есть, оно может быть очень-очень энергичной, ярко выраженной, ярко горящей и так далее. А может быть, она тлеющей. Ждет. Ждет свой, как говорится. И третий момент. Видимо, здесь не без внешнего фактора. Вот, скажем, в России, в царской России, в Советском Союзе, с помощью России или благодаря, скажем, сложившихся ситуаций в рамках Советского Союза появились, ну, навскидку можно 20, как говорится, государств посчитать. 15 республик. Кстати, появились и те, которых исторически не было. Эстонии исторически не было. Кстати, Финляндия тоже. И Финляндия исторически. И Финляндия не было, конечно. Не было ни Латвии, ни такого исторического. До 18-го года. Белоруссии не было. Не было Белоруссии. Украины не было. Не было. И Казахстана не было. Да, и Казахстана совершенно верно. И многих. А Молдова была. А у нас была. А у нас была. И Литва была. И Московская царство. Совершенно верно. И ханская была. И есть, как говорится, умники и умницы. Которая отрицает все это, понимаете? У нас было, вот мы говорили о Армении, без территории стало государство. В Казахстане у нас сотни лет написанной истории, фиксированной истории. В Казахстане не то что сотни, там ничего почти нет. Кроме народных эпосов, эпосов ничего нет. Они для того, чтобы написать, скажем, учебников для их школьников, они ездят по всему миру, по всему миру. Там недавно я прочитал статью, ну, скандал. Ну, дескать, едут туда-сюда и ничего не приносят. Ну, и привезти, видимо, и шибко нечего. А у нас все это есть. А все это у нас есть, понимаете? И мы от этого многие отказываемся. Ну, те, которые отказываются. Но почему отказываются? Потому что, ну, это идеологическая какая-то ангажированность. Хотя ученый, вон, с идеологией в общем не должен дружить. И должен, как говорится. Но, к сожалению, эти проявления у нас есть. Отказ от предков своих. Отказ от... Все это вот оно. Да, все с этим связано. Вот нам говорят, так у вас нет истории. Вот история наша начинается с 91-го года. Здрасте. А если хотите глубинную, они говорят, историю знать, тогда учите историю румын. Здрасте. Видите, как... Вот как... Но это такой капкан. Да, капкан. Хотите знать глубинную историю, это только через историю румын. А прочитав их историю, уже наша история как бы не будет. А история Молдовы начинается... Тебя загоняют свою версию. Да, да, да. А история Молдовы или... Если хотите, республики Молдова. Вот с 91-го года. Но это несерьезно. По крайней мере, если говоришь... О государственности, как вот ты сам сказал. О государственности. Да, давай-ка к нашим предкам вернемся. И не только. А, кстати, извини, что это самое... Да. Вмешиваюсь в течение твоей мысли. Вот обрати внимание, вот тем, кто не понимает, кто мы такие, вот очень бы не мешало вслушаться в эту магию слов наших фамилий. Вот берем молдавские села. Специально говорю, не города. Города там все, обмен интенсивный. Села. Старые, старинные, многовековые села. И пошли по фамилиям. Молдова, ну, есть такая фамилия? Так, есть. А русу, одна из самых распространенных. Руснак, казаку, татару, булгару, сыр, бусасу, немец, вот, унгуряну, и там... Сандулаки, Хруби, Бенюк, Тентюк, Степанюк... Во-во-во-во. Кстати, все, что на юг, это чисто половецкие окончания. Разбирался я, вот, Болдура читал. О, вот, там много говорит. Кстати, Резеши. Резеши. Это же лучшая кавалерия Европы того времени. Они татар метелили, турок метелили. Кто же они такие? А эти Резеши, которые имели свой хатар... Что такое хатар? Хутор по-половецки. Они же куманы. Вот фамилия Коман и так далее. Это была одна из лучших кавалерий, благодаря которой Степан мог противопостоять ордам. Вот. И они же половецких кровей. Вот эта техника конного боя, вот это рыцарство настоящее и так далее. О чем это все говорит? Мы же народ... А мы о чем говорим? О простом молдавском селе, который у Амина, Шазац, все такое, никаких вот этих хождений и так далее. И мы видим это многообразие. Это говорит о невероятной ассимиляционной мощи нашего молдавского народа. Вот это, мне кажется, поэтому у нас ни дустом, ни хлоркой, ни идеологией, вот это неистребимое в нашем многонациональном по своему происхождении. Мне кажется, вот та пассионарность, о которой... И она тлеет, ее можно с украшением кишуарем, ее можно обойти. Но оставить в таком положении долго тоже нельзя. Нельзя, потому что внешний фактор, мы говорили о внешнем факторе, вот влияние. Ну, все, что каяться, все, что в этом феномене. Особенно учебники чужой истории, не нашей. Да, это бьет больно сильно, и результаты мы видим. Понимаете, все, что когда-то... Ну, видимо, не все, но некоторые слова когда-то звучали плохо, некрасиво. Настолько можно социализировать все это с десятками, сотнями лет, что одни становятся слова, которые отражают красоту или что-то положительное. Понимаете? Некая инверсия такая смысловая. Да, и в этом смысле и с историческим воспитанием то же самое происходит. Понимаете? То есть, поищите еще какого-то государства, которое изучает не свою историю. Не найдете. Не найдете. Скажем так, националисты к другой нации. Да, да. А вот прошли уже 25 лет, и это дело настолько социализировано. И нам говорят, слушайте, что вы хотите? Историю Молдовы, да это несерьезно. Примитивные молдовинисты. Красивый аргумент. Понимаете? Поэтому все это социализироваться и оставить больше так невозможно. Вопрос стоит так. Или мы хотим своего государства и государственность, и заботиться об этом, лелеть это все, иметь свое. Ведь люди проливали кровь за это дело, за все. Дорогие соотечественники, Валентин Бенюк сейчас говорит самое главное. Он говорит о сохранении нашего многонационального, я не по фамилиям приводил вас, исторического менталитета, о его сохранении. Потому что какое поколение мы вырастим, какую науку мы создадим, какую историю настоящую мы напишем, так мы будем жить. И так говорит ректор, и так говорит доктор, профессор, человек, который профессионально занимается не только обучением, но и воспитанием граждан Молдовы. Валентин Бенюк, пожалуйста. Да, спасибо, Виктор. И о чем идет речь? Это все надо сохранить и приумножить. И это абсолютно, если мы хотим, повторяю, иметь свое государство, свою государственность. Нам говорят, что у нас нет истории. Или она начинается с 91-го года, и вот ваша часть истории, а дальше нет. Или нам предлагают изучать только историю Ромы. Вопрос, это вообще смешно. Подобная постановка вопроса вообще смешная. Почему? Потому что есть такое выражение, оно очень интересно, хотя немножко ругательное. Это мнемоника. Запоминание. Это запоминает тексты, истории, сложных вещей. И мы что делаем? Делаем. Мы делим все это на какие-то сегменты. Родился человек, пошел в школу, закончил школу, закончил институт, женился, у него свои дети, а у них свои внуки и так далее. И все меряется вот, и все это запоминается мнемоническим способом. Рядом. Рядом. История вся, она периодизирована. То есть, это мнемоническое такое явление. Легче запомнить. Чтобы запомнить. Есть ли у нас что помнить? Есть ли у нас своя история? Вот, пользуясь этой мнемонической методологией, у нас с 1359 года мы можем не вымышленные ряды, как у других государств. Мифологические. Вот они становятся сперва государствами, а потом смотрят, слушай, какие годы еще там обозначены. Слушай, Белоруссия, Казахстан, Атой же Эстонии. Ну не будем, как говорится. Не, мы не обижаем. Это счастье, что у людей есть своя история. Какие годы там обозначены. Но у них есть своя история. Да. А нас ее лишают. Чтобы запомнить эту историю, чтобы ее обозначить, чтобы ее, как говорится, фиксировать. Это событие. У нас ничего придумывать. У нас все есть. У нас есть свой родной молдавский мнемонический ряд. То есть, есть рождение государства. Есть. Есть, значит, все эти крутые повороты, где иногда... Становление. Становление и так далее. Есть катастрофа. Есть великие разрывы. Вообще, без разрывов нету государственного континуитета. Нет преемственности без разрывов. Конечно. В рамках разрыва исторического появляется первородство. Что-то новое. Новое. Какой-то новый импульс. Новая форма. Который продолжает свою жизнь уже в следующих этапах. Беря с собой отрицательное и положительное из предыдущего периода. И у нас этого мнемонического ряда непридуманный. Эта преемственность непридуманная. Он реальный. Ну, а у нас есть, как говорится, трагические разрывы. Большие разрывы. Но нет истории без этих разрывов. Иначе, если мы не говорим... А у нас вообще... Идрейского народа вообще две тысячи лет... Разрывы. Разрывы страшные. Совершенно верно. И не только. Множество государств. И не только идрейского народа. Множество государств, которые исчезли. Греки, мы говорили. Вот. Поэтому, вот прямо линейное мышление исторического, как оно... Мы ее освоили, в общем-то. Привыкли. Привыкли к этому. А если что-то не хватает, придумываем. Вот. Чтобы завязалось хорошо. Хорошо. Вот. То есть, разление надо все связать. Это очень опасное мышление. Оттуда и идеологический налет истории. Фальсификация. Фальсификация. И так далее. История вообще это то, что является... Должно являться непридуманным. Вот как она есть. И она у нас прекрасна. Понимаете? Со всеми этими разрывами, преемственностями, возрождениями и так далее. Все это... Она у нас прекрасна. И главное, что написано. Бери и сочиняй, как говорится, учебников для наших школьников. Все написано. Понимаете? Все это, к сожалению, или может быть к счастью, потому что без труда не вытянешь и рыбку из пруда. Видимо, мы должны пройти через какие-то трудности. Иначе ничего трудного не создастся. Становление нашей государственности. Ну, оно есть. Но осознание нашей государственности, становление нашего государства и его истории. Чтобы это в нашу... Если мы под нацией понимаем современное понимание нации как гражданское... Как гражданское, безусловно. В тех же Соединенных Штатах Америки, американец, что оно означает? Да, кстати, у французов гражданин этой страны. С того момента, как ты гражданин этой страны, ты являешься частью этой нации. То есть нация категория не этническая, а категория гражданственная. И вот я удивляюсь, Валентин. Я вот смотрю, что русскоязычные люди, русскоязычные, я имею в виду, не обязательно он этнический русский. Он может быть украинцем, он гагауз, он кто угодно. Они больше беспокоятся о государственности молдаван, чем наша молдавская и порой интеллигенция. Что это за парадокс? Откуда это? Ну, это не парадоксально. Вот они за нашу государственность? Ну, да, да. А ведь благодаря во многом им вот это как бы течение поддерживало самые трудные минуты. Это, на первый взгляд, парадоксально. Но ничего парадоксального в этом нет. Вот. Почему? Потому что вот мы тлеем. Не горим, а тлеем. И это мы должны осознать. Пассионарности пока она тлеющая. Вот качество нашей государственности сравнить с качеством польской государственности или государственности прибалтийских республик. Пассионарно. А не пассионарно. Или Грузии самой, или Армении там, или Азербайджана и так далее. Не сравнить. Потому, к сожалению, у нас есть и этот заклад. Заложено и вот это. То есть, тлеящее настроение по отношению к нашему государству. И причем, где тлеет? Не в умах интеллигенции в основном. В селах. Вот мои соседи в Бутученах. Но это не делится. На них вот держится этот дух молдавскости, государственности. Вот они понимают, что-то эти воеводы были, что Яков Винил, Новолиторий, Штеф, Ансиско. Вот это вот. Вся вот эта. Вот именно государственность, именно это чувство. Вот мы больше замечаем в сельской местности. Потому, что когда, помнишь, люди массово выходили. Молдова, я больше всего видел лиц или явно сельского такого происхождения, ну, которым прямой генерации и так далее, и русскоязычное население. Вот для них Молдова – это родина, это государственно, это их будущее. И когда, видишь, молодых рафинированных эстетов с чужими символами, с чужими… Как-то вот это, это то, что ты говорил, видимо, разрыв. И этот разрыв должен быть преодолен. Но это только извне. То есть, нужны люди, которые берутся за проекты по, как говорится, укреплению государственности. Конкретно. Пишут книги, делают, я не знаю, я не на себя обращаю внимания, делают конференцию. Обращаются, как говорится… Дорогие телезрители, обращаю ваше внимание имени на Валентина Бенюка, потому что взяться на себя, поверьте мне, я делал парочку международных конференций. И я вам скажу, это такие свадьбы, такие нунты, это столько хлопот и забот, что это, я понимаю, это титанический труд. И то, что тебе президент его доверил, я просто считаю, что это историческая справедливость. Спасибо. Ну, вот надо развернуть и осуществить и такие проекты. Но не только. Не только. Понимаете как? Если у нас в школе все останется по-прежнему, я имею в виду историческое воспитание, то с государственностью и государством ничего у нас не получится. Цитируем Великого Бисмарка. Говорит, Германию создали не генералы, а школьные учителя. Ее сделали великой, не генералы, а школьные учителя. Только школьные учителя. Понимаете? И мы вот в начале даже нашей передачи говорили о социальном заказе. Нужен социальный заказ. Несмотря на то, что учителя как бы уже, слава тебе, Господи, 25 лет читают, ну, за исключение пару лет, там, когда читалась просто история, читается история румын. Они привыкли к этому. И, безусловно, будет энергия протеста проявлена. Да, стереотипа нет. Стереотип – это тяжелое дело. Но, если государство скажет у нас, государство в смысле власти, все три-четыре, как говорится, ветви власти, в один голос скажет, что вы, дорогие наши учителя, нам нужны граждане патриоты. И государственники. Совершенно я. Вот вспомни пропаганда чего. Эти государственники. Снало стыдно быть государственником. Вы что, ребята, с ума посходили? Да, вот видите, вот было социализировано вот что-то вот такое, которое, вот вы говорите, стыдно. Но сейчас не стыдно, понимаете? Да, уже как-то. Быть не патриотом, быть не гражданином своей страны, быть не государственником – это нормальная вещь. А вот ты государственность, а эти статалишки, как ругательные слова. Какие-то маргиналы, примитивные, молдавинистые, статалишки. Да, так я говорю, что государство должно сказать, должен предъявить социальный заказ. Нам нужны граждане патриоты. И, похоже, президент сейчас это стал делать. Вот он это и делает. Поэтому отчасти и какие-то диссонансы между ветвями власти. Потому что одни ветви идут по-старому, а президент идет, как говорится, в этом русле. Вот на этой оптимистической ноте мы заканчиваем нашу беседу. Я очень рад, Валентин, что ты пришел к нам. Спасибо. Я уверен, многое из того, о чем ты говорил, наша аудитория еще не слышала. Если слышала, то не поняла. Если поняла, то не так. Надо разобраться. Спасибо. Вам спасибо, Виктор. Еще раз спасибо. Дорогие соотечественники, дорогие телезречения, у нас в гостях был Валентин Бенек. Как вы убедились, человек с очень оригинальным и очень, заметьте, часто оригинально, это всегда правильно. И очень правильным взглядом на нашу государственность. Это человек, который взял на себя огромную ношу и коллектив, который он возглавляет, тоже присоединился к нему. Коллектив Международного, Института Международных Отношений Молдовы. И те люди, которые так или иначе связаны с деятельностью этого учреждения. Будем надеяться, что как министр образования, бывших министров образования не бывает. Это уже в человеке как бы закладывается на всю жизнь. Причем я могу смело сказать, что это был единственный министр образования после 1991 года, который родил о молдавской государственности. Потому что если у человека нет чувства государственности, у него нет чувства родины. Потому что родина и государственность это фактически одно и то же. Итак, а за окошком месяц Март, потихоньку-потихоньку зима начинает отступать. И мы чувствуем приближение весны. А весна это всегда обновление. И обновление мы сейчас чувствуем во всем мире. В мире что-то меняется. Меняемся и мы вместе с миром. И спасибо тем людям, которые делают это изменение возможным. Спасибо за внимание. И не забывайте, что те люди, которые делают это возможным, это вы, дорогие мои соотечественники. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. С весной вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.